сегодня мы будем сажать лук на репку погода нам дает сегодня один день надо успеть вот лучок я уже подготовила вот этот мы вчера купили лучок на рынке это наш сначала конечно будем самый крупный садить потом посреди поменьше и самые мелкие уже в конце и всегда вот таким образом делаю ну все сейчас пойдем осенью здесь мы прокрутилировали земля подлеска отдохнула а сейчас мы ее перебакиваем а а а а а а а а Ветер сегодня очень-очень сильный, шквалистый. 13-14 метров в секунду, последний теплый день, и с завтрашнего дня уже начнутся дожди, которые, собственно, не позволят нам ничем заниматься в огороде, и также будет похолодание. Начинаем сажать лук. Расстояние где-то 10 сантиметров между луковицей. Вот так вот, это 10. Нормально? Да. Вот так нормально, да. 10-10 получается. У нас все помощники в родителях. Все. Все помогали. Помощница. Только бы не мешала эта помощница. Да-да-да-да. Молодец, молодец. Не надо там ходить помакать. Вот здесь вот на дорожках, не надо по грядкам ходить. Мы включаем ее, она никак не понимает ничего. Редактор с GDPR. Первая коробка посажена, теперь иду рассаживать вторую. Здесь уже гораздо больше лука. Тут такой он крупненький. Очень руки становятся влажными и быстро замерзают. Мама сказала, возьми резиновый. Вот я сходила домой и взяла резиновый. Настолько сильный ветер, что та баночка, которую я оставила около виноградника, она улетела. Где-то там гуляет по огороду. Но с такими порывами ничего оставлять нельзя. Она была сразу унести в дом, а я что-то как-то не стала. Она все, до свидания, улетела далеко. Поэтому я никогда ничего такого пластмассового не оставляю в огороде. Посадили несколько рядочков лука, и теперь мама закрывает его. Из-за того, что такой сильный ветер, даже не знаем, как золу сыпать. Ну да. Решили, что потом. Иначе, если мы оставим до вечера, ну вдруг вечером станет ветра меньше, то уже почва обветрится и засохнет. Так что сейчас решили уже закрывать горызды. Сегодня мы смотрим Олимпиаду в Пекине. И наконец-то дождались выхода на лёд наших русских фигуристок. И первая же сразу стала лучшей. Просто вообще радость. Все, конечно, круто катаются, но вот недавно наши смотришь, то просто сердце аж замирает. К сожалению, Камила сделала очень много ошибок. И даже комментаторы говорят, что это на неё не похоже. Девочки, в спину кидали, не нацеприятные. Вся, кидали. Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Сегодня с работы, проехал по магазинам, купил продукты домой. Такую картошку купил. Картошка по 57 рублей за килограмм. Насколько вышло, не знаю. Здесь килограмм, наверное, 3 или 5. Ну да, где-то так. Вот. В общем, картошку такую купил домой. Заехал в Азон. Выписывали. Это я, это моя посылка. Ксюша выписывала посылки. Вот ей пришло. Я не стал распаковывать, чтобы она сама распаковала. Я покажу, да. Да. Вот Ксюшина тоже. А, еще? Конечно. Вот Ксюшина. Нормально. Вот. Это вот Ксюшины посылки. Спасибо. Так. Дальше я заехал в Мир Индейки магазин. Там тоже купил вкусности разные. Это вот Пастрома. Потом купил колбаску. Ветчину. Тоже это натуральная, вкусная колбаска. Мы такую покупали. Сырокопченую купил кусочек для пробы. Тоже она. Это вот все дорогое. Такое вкусное должно быть. Еще заехал в мясной магазин. Купил вот такое сальце. Как оно? Вареное копченое. Собаке нашей новой. Проглистогонить и от блох тоже дадим. Все писали, что нужно. Да, да, да. Вот я купил. Но тут оно все внутри. Там две таблетки. Так. Вот пекарня у нас там есть. Я купил черный хлеб. Батон вот такой купил. Тоже он с кунжутом. Вот такой батончик взял. Тоненький вот. Ну вот так. С чаем или там куда-нибудь. Так. Дальше я еще взял лаваш купил. Как за место белого хлеба. Вот такой лавашик. Тоже с кунжутом. Так. Еще вот такие вкусности взял. Это кольца кальмара. Три штуки взял, чтобы были. Нам понравились такие. Да, мне тоже нравится. Вот я такие вот купил. Кольца кальмара. Еще я взял. Купил. Вот такая мне понравилась. Ментай нарезка. Ну, такие как соломкой. Купил тоже. Три штуки. Ну, чтобы были. Ну, что нам понравились тоже. Как покушать, посолониться можно. И вот кольца кальмара. Тоже понравились. Вкусно. Ну, вот. Такой мой поход сегодня был в магазин после работы. Ну, озоновскую с озона посылку Ксюша сама разберет. Покажет, что ей там пришло. Я не стал специально распаковывать. Думаю, пусть она сама разбирает. А это вот такие вот продукты я купил. Вот такие вот три посылки мне пришли с озона. Я их специально заказывала для кудрявых волос. Буду сейчас использовать кудрявый метод ухода за волосами. Думаю, многие девушки слышали про него. Потому что у меня от природы волосы кудрявые. И за ними нужен особенный уход. Собственно, шампунь без сульфатов. Бальзам. Ну, или как по-другому называется, кондиционер без силиконов. И взяла такой вот бальзам. Называется он Ливен. Это как несмываемый уход. Его вообще не нужно смывать. Попробую я пользоваться вот этими средствами. И уже после вам расскажу, насколько были полезными эти покупки лично для меня. Сегодня такая погода нелетная. В огороде ничего не поделаешь. Даже выйти нельзя. Да. Чтобы можно в грязи утонуть. Вот. Но у нас есть работа всегда дома. Сейчас как раз наступила пора. Надо уже перец посадить. Болгарский сладкий. Я в том году посадила его в январе. Он у меня, конечно, перерос. Я с ним намучилась. В этом году решила немножко попозднее. Поэтому как раз сейчас и погода не дает ничего делать нам на улице. Будем заниматься уже домашними делами дома. И в том числе заниматься посадкой рассады. Перец очень любит цвет. Нельзя его затенять. Любит легкие суглинистые почвы. Посмотрим, сколько там семечек. О, там пакетик. Ну, такие должны, по идее, хорошие семена-то подавать. Ой, сколько там семечек. Немного, мало. Ну, мы должны вот будем столько же сделать баночек. Нам лишние баночки тоже не нужны. Сейчас посчитаем тогда. Этими стаканчиками я уже пользовалась в том году. Садила рассаду. Я их помыла. Они хорошие. Дырочки здесь есть. Все, в них и будем дальше садить так же. Но они же многоразовые. Мы насчитали 16 семян. Значит, берем для этой рассады 16 стаканчиков. Посмотрим, сколько у нас здесь войдет. Я просто уже не помню, сколько входило в том году в ящичек. О, у меня здесь было много ящиков. Вообще, все окна были в ящиках. Но в этом году я меньше буду все садить. Потому что много, потом не знаешь, куда это все поставить. Ну, на стаканчиках можно же просто наверху подписать. Напиши, как называется и все. Много не надо. Длинное название. Просто кратко, да и все. Ну, на толстяк буду писать, он на толстяк. Да, 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 да. Может быть, даже другой маркер принести. Я делала белым, толстым. Это здесь плохо видно. Давай другим. Решили взять другой маркер. Можно ПТ делать. Да, просто чтобы было понятно. Тогда перец толстяк. ПТ. Нормально так? Да, нормально. Все будет видно. У нас не более в этом году немного сортов. Это в том году я столько всяких сортов садила. И просто путалась. Потом уже в стаканчике вот так же сделала. Подписала их. Удобно. При посадке очень удобно. Потому что бывает один стаканчик, там, может, какой-то маленький в нем перчик растет. Его меняешь местами. Потом сорта путаются. Земля у нас покупная. Я всегда ее покупаю. Так как-то лучше, на тому же, специальная. Хотя у многих спрашивала в поселке. В основном пользуются с огорода. Но у нас земля такая, знаешь, сама знаешь, какая. Тяжелая. Тяжелая. И поэтому лучше это покупаем пакет большой земли всегда. Раньше ездили в Краснодар. Там покупали. Ну, бывает иногда тоже, знаешь, какая земля. Купишь плохая. Ну, да, вроде ничего. В том году купили сразу три пакета больших. Осталась еще даже земля. Два издержали. Также я ее использую. Потом цветы вот сажу, пересаживаю. Тоже все это как раз. Хотя, когда я жила, да, на поселке с родителями, мы никогда не покупали землю. В огороде брали, но там земля совсем другая. Там хорошая земля. Мы никогда тоже не покупали. А вот мама потом уже покупала, все равно садила рассаду. А я покупала, ну, как бы в огород выйдешь, наберешь заранее с осени. В те стаканчики мама уже положила землю. И сейчас еще подписываем стаканчики для другого перца, который местный. Все думали, как его называть? Мама говорит. Местный перец. МП. Да, это будет так, конечно. Получилось у нас 24 стаканчика. Она сказала, что в этом году много его не будет садить. Этого ящичка будет более чем достаточно. Каждый стаканчик пролить водичкой. Я слабо магнит сняла. Ну, как бы земля должна быть обеззаражена. Придется еще побольше наливать, ну, потому что эта земля такая подсохла уже. Ой, бельнулась. Ну, да. Это надо будет еще, чтобы она впиталась. В том году я их долго проращивала. В этом году решила посмотреть, как они будут. Стоит ли возиться с проращиванием очень долго. Тряпочки их там. Долго очень. Но они долго, на самом деле, не будут сходить. Решила так. У многих поспрашивала. Сказали, что прям сразу, не проращивая, садят. Будем пробовать. Вот такие семечки маленькие. Посмотрим. Маленькие такие семечки. Видишь, сколько? Таких много, их не жалко. Ты уже садила, да, их в том году? Ну да, я садила. В том году покупала также у вас рук бабушки. В общем, местный проверенный сорт. Ну да. Я и помидоры садила, и перец, и все, и баклажаны. Здесь можно было бы еще баклажанчики посадить. Видишь, сколько их много тут. Будем здесь по два семечка. Потому что, мало ли, вот в этом, в этой баночке не взойдут. Может, там взойдут. Будем потом осадить. Продернуть можно, да, и все, потом их не жалко будет. Напишем, что 18-го числа, да, посадили. Ну, пусть будет, да. Хотя бы для себя, чтобы мы знали, какого числа уже, сколько времени прошло. Малыш, ну что за ревность? Ну что за ревность? Ну что это? Покое не дает. Мы решили начать обучать нашу собачку. Она не знает абсолютно никаких команд. С чего решили начать? Нужно, чтобы она выучила хотя бы какие-нибудь самые базовые команды. И она не умеет даже реагировать, когда мы говорим, иди сюда. Она этого не понимает. Мы делаем... Она вообще не понимает ничего. Поэтому я почитала и посмотрела сегодня в интернете видео, где люди, которые занимаются именно поведением собак, дают советы. Вот. Я хочу начать ее приучать, отзываться на иди сюда. Я уже до этого немножко пробовала. Ну вот хочу вам показать, насколько непросто с ней, с этой нашей собачкой. Вообще советуют обучать собак этой команде, если она занимается какими-то своими делами. Например, играет с другой собакой. Чтобы собака всегда знала, что есть хозяин, и если он ее зовет, она должна прибегать, независимо от того, что она делает сейчас. Вот. С этой ситуацией немножко другая. Я как только выхожу, она начинает ходить хвостиком. Она уже знает, что я хочу примерно. Так вот, показываю, что я сегодня увидела в интернете. Но она уже сразу знает уже. Надо давать обязательно вкусности, как похвала. Я клопаю. Иди сюда. Иди сюда. Все. Молодец. Молодец. Чтоб вы понимали, она даже так не реагировала до сегодняшнего момента. Она никак не реагировала. Она могла спокойно убежать куда-то в бок, хотя зовем мы ее прямо сейчас. Вот после вот этой вот техники, которую я увидела в интернете, я удивилась. Но она работает. И это здорово, что в открытом доступе, в интернете есть все это обучающее. И мы, каждый, каждый, любой человек, любой хозяин собаки может это увидеть и начать воспитывать свою непослушную собаку. Вот сейчас, допустим, она сидит в своей этой корзинке. Иди сюда. Иди сюда. Ой, какая молодец, девочка. Молодец. Но вроде пробегает. Гуляй. 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 Еще я прочитала, что нельзя давать сразу каких-то очень много сложных команд, потому что собака не будет запоминать. Нужно начинать с простого. Вот. С малышей проблем таких нет, поэтому малышу мы не воспитываем. Малышу можно воспитать, только не выбегать за забор. И такие тоже есть видео уроки. Так что, ну, сначала с этой разберемся с собакой. Потому что если забросить ее воспитание, то мама не горюй будет. И самое главное, она даже не понимает, что нужно проситься на улицу, да, вот в туалет. Ну, носит. Она прям заходит домой, и тут же, где захотела, там и села. Мы вообще в шоке от этого. Вроде уже собачка не маленькая, не щенок и не терпит. Иди сюда. Молодец. Молодец. Гуляй. 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 Иди сюда. Иди сюда. Вот молодец. Вот молодец. Гри. Молодец. Ну вот в игре тоже отвлеклась и пришла. Нормально. Отлично. Я ее восхитаю. Я ей не дам быть вот такой вредной. Воспитаю. Играем. Играем сам. Он не дам быть вредной. Ух. Он не дам быть вредной. Он как будто что-то купил. Я даже в госту села. Долезла. О, это мое место. Это мое место. Не надо, чтобы они бегали по грядкам. Это вот грязь сейчас такая. Мне все испортят. Малыш, успокойся. Закира. Знаешь, что так любит бегать, играть. Да. Ты что делаешь, а? Вообще. Ехали медведи на велосипеде. Устали? Нет, не устали. Наша малыша любит очень бегать. У нее очень много энергии. Если эта собачка, она всегда лежит целый день дома, на улице. Она не спит, лежит все. Сегодня вечером мы с моими родителями все-таки сели и втроем обсудили, какая кличка будет у нашей новой собаки. Я хочу поблагодарить всех зрителей, которые написали в комментариях свои идеи, как можно ее назвать. И вы просто такие молодцы. Более 50 разных кличек вы для нас написали. И мы из большого списка выбирали. Я вот сегодня себе на листочек написала вот такой вот огромный список и родителям уже зачитывала. И мы выбрали некоторые клички, которые нам наиболее понравились. Но прежде чем их озвучить, я хочу сказать топ-5 кличек, которые были наиболее часто написаны вами в комментариях. Первое место это вариант черныши, чернушка. 7 человек написала. И действительно, мне кажется, ей очень подходит эта кличка, потому что она черненькая. И как раз такая кличка, которая, в принципе, отзывалась бы она на нее. На втором месте кличка дружок. На третьем это Мишка, Миша, Меда, Ласка и Найда. Среди кличек, которые вы писали, нам понравилась Плюша или Плюшка. Потом Дина или Динка. Также Тоська. И самый вот тоже такой интересный вариант, над которым мы очень долго смеялись, это Подинаша. Когда мы ее только увидели, первый раз пошли, я так издалека вижу, ну, маленькая собачка, черненькая. Если нечаянно, я думаю, может, Подинаша она? И кто-то написал, и мы такие сегодня думали, может, ее назвать вот таким необычным именем, Подинаша. Это необычно, да. Но в итоге, что мы вообще решили? Почитали в интернете, что нежелательно называть собак человеческими именами, поэтому мы отбросили имена Динка и Тоська. И у нас вот в общем, что мы выбрали? Как мы ее назвали? С этой кличкой мы согласились все трое. И я скажу, почему мы именно ее выбрали. Какая кличка? Мишка. Теперь мы будем ее звать Мишка. По-моему, прикольно. Типа Мишка и Малышка. Почему Мишка? Во-первых, когда мы только ее увидели, я сразу говорю, это Медвежонок, мне хочется ее назвать Медвежонком. Это Медведь, она такая же пушистая. Она так ходит, как Медвежонок. Я говорю, может, это не собака? Может, нам подкинули, грубо говоря, Медвежонка? И вот сегодня мы решили, да, пусть будет она Медвежонком. Мишкой, точнее. И такая кличка, которая очень легко. Вот ты говоришь, и она не сложная. Мишка, Мишка. Односложное слово. Как и малышка. Очень, мне кажется, такие похожие клички. Поэтому, вот, собственно, теперь нашу собачку новую зовут Мишка. Для тех, кто еще не видел этот ролик, откуда у нас вообще взялась собака, я вот оставлю подсказку где-то здесь. Зайдите, посмотрите. Вот как-то вот так все получилось у нас. Вообще неожиданно, да? Ну да. Сколько мы искали собачку, да, себе никак не могли найти. И тут бац, и нашли. Вообще в таком месте, что у нас до сих пор недопонимание, как можно было ее там оставить. Ну потому что вокруг нет никаких населенных пунктов, ничего. Просто канал, где иногда редко бывают рыбаки. Но сейчас вообще практически никто не рыбачивает, поэтому там пусто. Ее посадили на такой островок между воды, чтобы она не могла никуда убежать. Ну, собственно, нам писали, напишите там, какой-то клич подайте, может быть, она сбежала, потерялась. Я говорю, ну как она могла потеряться, если видно, что ее целенаправленно привезли и здесь оставили, и оставили в таком месте, чтобы она не смогла побежать назад. Люди точно пришли в сапогах резиновых, то есть они знали, куда они ее вывезут. Поэтому то, что она оставленная, это точно. И мы уже, честно говоря, даже поняли, по каким причинам ее оставили. Во-первых, она невоспитанная вообще, она не знает ни одной команды, вообще ничего. Она даже не на там, иди сюда, нет, ничего не знает. Она писается, она постоянно прудит. Мы сейчас... Я говорю, мама, не води ее в дом. Потому что уже очень много прецедентов таких было, что она запустила домой, она напрудила, все. Я говорю, пусть сидит на улице. Вот. Нет, мама все равно ее заводит. Ну, хочется просто ее покормить, хочется, чтобы она была... Поиграть. Поиграть не хочется. Пока мы не научим ее, мне кажется, лучше, чтобы она была на улице. Вот. Ну, собственно, еще что? Почему, как ты думаешь, ее могли выбросить? Ну, вот, наверное, две такие причины. Ну, не приучили, чтобы она должна, по идее, терпеть ведь. А, да, ну вот то, что она под себя, да, постоянно. Ну, как-то ведь у нас ведь малышка ведь дома тоже находится на улице. Ну, да. Ну, я понимаю, потому что она никогда их не видела, если она жила в квартире. Но, скорее всего, она жила в квартире. Вот. Но она должна лаять, когда кто-то чужой приходит, и не лаять на своих, грубо говоря. Когда приходил почтальон, малыша побежала лаять, это сидит ничего вообще, ноль реакции. Ну, что она свиней, она лает. Вот. Ну, будем как-то пытаться ее воспитывать. Это очень непросто, конечно. Вот. Но если мы не возьмемся за воспитание, то будет потом поздно. Она просто присядет нам на уши, грубо говоря, и будет творить, что хочет. Уже творит, что хочет. Уже. Не слушается вообще. Так что вот такие вот у нас сегодня вечером для вас новости. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео. Не забывайте делиться комментариями, писать свое мнение, ставить лайк. Ну, и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. И мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Пока-пока, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok